всем привет и хорошего настроения дорогие единомышленники здравствуйте все зрители нашего канала сегодня вот хочу представить вашему вниманию предложить очередной трофей с рынка вот такую интересную пленочку мне удалось приобрести коробочку сейчас не демонстрирую пленочку уже на нашем любимом олимпике первый раз не такой попадается вот коробочка от пленки по моему славич туда 6 октября 90-го года на ней даты проставлены до славич вот тип не проглядывается сейчас секундочку попробуем отлепить вот я немножечко похулиганничал порвал наклейку на этой коробочке чтобы имели представление и так тип b37 16 b37 16 90-х годов пленочка ну да этот славич производственное объединение ту 6 42 92 89 цена 11 рублей 40 копеек было 90-м году даже дата 7 октября а нет 6 октября 90-го года так вот чем не интересна эта пленка здесь как бы наклеена вот такая пожелтевшая трение бумажка на 90-е годы я буквально дословно дочитаю научно-педагогическое производство объединение ни и школ мнео рсфср фонах арестоматик экспериментальной программе мировая художественная культура для общеобразовательной школы 10 класс часть 1 катушка наверно 2 или 11 1 сторона с прокофьев александр невский кантата фрагменты мертвое поле сергей прокофьев ромео и джульетта фрагменты вступление ромео джульетта девочка танец рыцарь сцена у балкона вариации ромео любовный танец ромео у патера у патера лоренца джульетта у патера лоренца и так далее там вплоть до прощания перед разлукой и смерти джульет и наконец часть 2 дунаевский марш лебедев кумач песня о родине лебедев кумач марш энтузиастов прикольно александров священная война листов землянки высоцкий он не вернулся из боя заветный камень это макроусов и соловьев седой соловьи прикиньте вот такая вот как бы видимо музыкальная так сказать хрестоматия или как правильно назвать дидактические материалы школьной программе выпускались оказывается на второй стороне левашов бери шинель исполняя куджавы дальше в мурадели бухенвальский набат шостакович симфония номер 7 до мажор посвящается ленинграду часть 1 алле аллегрета вторая аллегра нет альгро но тропа шостакович музыка к трагедии шекспира гамлет фрагменты вступление ночной дозор похоронный марш и и шостакович симфония номер 14 на стихи гарсиа лорки и а также апполинера кюхельбекера и рильки д профундис мало гения длори лея самоубийца на чеку мадам посмотрите прикольно 440 58 город куйбышев улица свободы куйбышев это что у нас сейчас за город то такой город куйбышев улица свободы 81 б телефон 51 59 40 исторические материалы и на самом деле на катушке записано вот то что я сейчас озвучил вот она эта катушечка славич до охрана 4 так сказать просветная но записано почему-то на 9 скорости в ужасном качестве и я вам предлагаю фрагментарно послушать чтобы мы с вами так сказать сознакомились с тем что предлагалось для прослушивания в 10 классе школы в 90-х годах и так девятую скорость мы с вами включили отжата кнопочка и вперед орлы а я за вами так все у нас тут включено запись ужасно на самом деле по-моему даже не стерео и на 9 скорости это от мертвое поле мрачновато на александр аневский сергей прокофьев кантата али тулов и а аaskth c аel с и а 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 и а 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 utilized maar oggi 1 и а а а а а а а а а Добрых молодцей Полежит мечами орубленный 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 когда там девушка по полю шла, искала своих погибших женихов, да, поле брани. Так, что дальше? А дальше пауза. О, слышите шумы? Или она-то довольно шумная? Что бы это могло быть, угадайте. Ромео и Джульетта пошла. Прокофьев. Прокофьев. Не, не стерео все-таки, моном. Прокофьев. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И частотный диапазон такой, конечно, далёк от совершенства. Я вообще, честно говоря, с Сергеем Прокофьевым не очень увлекаюсь. Ну и вот эта плёнка не прибавит, по-моему, качество записи, любви к этому композитору у меня лично. Почему 9-я скорость? Почему моно? Неужели для школы не могли? Или из-за того, что в школе магнитофоны были, древние 9-скоростные и монофонические? Хотя у него обе дорожки включены, как вы видите. Уровень сигнала невысок. А может, стерю. Не чувствуется глубины вот звукового пространства. Наверное, из-за качества записи, из-за низкого и из-за узкого частотного диапазона. Тоже классику на 9-скоросте пишут. Только в кой бы шли? Всё ещё Ромео с Жульеттой. Что-то драматическое. Семён, всё тоже не нравится. ИНТРИГУЮЩАЯНИЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА верхов вроде много не за какие-то глухие не упругие не сильные одинаково бегают канал нашим кимоном что это было битва там кого как он зовут вероятно битва чего-то там битва кого битва кибальт бьется с меркуцио кибальт бьется с меркуцио ладно что там дальше а А тут вроде даже истерия. Или просто одна дорожка сильнее прописалась. Неожиданно веселые ребята, да? Утесы что ли? Ой, какие поразительные верха. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Кошмарное качество. Верха просто режут ухо, как будто я стеклом по, не знаю, ножом по стеклу. ПЕСНЯ 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 плоховато знакомо с классикой а дальше что будет священная война где вот марш энтузиастов нам нет преград странно как-то здесь уже описано а а а а а а а ПЕСНЯ Вот это стопудово марш энтузиастов. А что тогда было перед этим? Ладно. Значит, должна, по идее, следующая быть священная война, если мы по этому списку идем. Да. И в хорошем исполнении. ПЕСНЯ Сильная песня очень. Исполнение такое хорошее. ПЕСНЯ 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 Потрясающая песня. Сейчас вот, скажем так, незаслуженно, недостойно треплют ее не по тем местам. Мне это не нравится. То, что с ней делают сейчас. Дальше по тексту землянка. Сурков, листов в землянке. ПЕСНЯ 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 Странный, конечно, подбор. ПЕСНЯ 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 А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Вдруг оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Голубые отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Всё теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Всё теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Так, дальше вот песня «Заветный камень», я, честно говоря, её не очень знаю. Песня «Заветный камень» Ну вот какой он камень заветный. Соловьёв седой, соловьи. Соловьёв седой, соловьи, следующая песня должна быть. Послушаем. Это всё ещё про камень, по-моему. А где соловьи? Смотрите, как раз на всю плёнку, на девятой скорости. Какая длинная. Соловьёв седой, соловьёв седой, заветный камень. Длинная такая композиция. А, соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Соловьёв седой, соловьёв седой, соловьёв седой. Не тревожьте солдат. Пусть солдаты не много дося. Вот как-то так. Так, ну что, быстренько пробежать в вторую сторону и закончить слегка затянувшийся обзор. Вторая сторона. Левашов, бери шинель. Так, сколько у нас на плёночке осталось? А ну, реверс. Это же бухенвальский набат. Нет? Да. Бухенвальский набат. Слушайте, слушайте, идут со всех столом. Это раздаётся в бухенвальде. Колокольный слон, колокольный слон. Сон плывёт, плывёт на все земли. Сон плывёт, плывёт на все земли. Так, дальше у нас должен быть Шостакович. Уважаемый мной композитор, створивший в моём блокадном Ленинграде симфония номер 7 до мажор. Посвящается году Ленинграду. Часть первая. Ленинград Алигретта. Сейчас помотаем. Сначала вот такой, на мой взгляд, слегка затянутый, но потом по нарастающей. Нет, ну это вещь, конечно, требующая отдельного прослушивания в хорошем качестве. Написанное в блокадном городе, исполненное там же. Сильно, сильно. Ну и дальше там по тексту всё у нас идёт Шостакович. Ну что ж, друзья, вот такие вот интересные плёночки попадаются на рынке на Удельной. Такие вот интересные плёночки, про которые даже не знал, выпускало научно-педагогическое производственное объединение НИИ школ МНО РСФЦР. Фонохрестоматия к экспериментальной программе МИРОВАЯ КУЛЬТУРА. В принципе, не буду, наверное, больше мучить ни магнитофон, ни плёнку, ни вас, потому что качество записи действительно такое, ну я бы сказал, мягкопосредственное. Вот, а объём, учитывая девятую скорость, довольно высокий. Вот. Сейчас ещё буквально. МИРОВАЯ КУЛЬТУРА. А я на этом, наверное, буду прощаться с вами. Всем спасибо за внимание. Всем привет и хорошее настроение. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.